Всем добрый день! Сегодня я хотела бы поговорить о так называемых дешевых аптечных средствах, которые, по мнению некоторых людей, могут заменить уход за кожей. Более дорогой, профессиональный, масс-маркет, люкс и прочее. На самом деле, спойлер сразу, как правило, заменить не может. Но есть средства, которые действительно можно взять в аптеке недорого и использовать по назначению в уходе за кожей, например, или для решения каких-то проблем с кожей. А есть средства, которые нет смысла вообще покупать и заменять, пытаться заменять ими нормальные косметические препараты. В первую очередь, чаще всего вопросы на эту тему касаются ампулированных средств, предназначенных для, например, инъекционных методов введения, внутримышечных или внутривенных, содержащих какие-то полезные компоненты. Чаще всего это витамины, например, тот же самый витамин С в ампулах. Очень часто возникает такой вопрос, а зачем мне какая-то сыворотка дорогостоящая с витамином С, да ещё и в какой-нибудь липосомальной форме, когда я сейчас куплю ампулу за 3 копейки, вскрою, нанесу на кожу, будет всё то же самое. Нет, не будет, к сожалению. Было бы всё очень просто, если бы было так легко. На самом деле, те, во-первых, ампулированные средства, которые изначально предназначены для инъекций, они имеют совершенно другой состав. То есть витамин С, как правило, там может быть в нестабильной форме. Он не содержит этот сам раствор каких-то антиоксидантных компонентов, которые мешали бы витамину С, например, окисляться. А когда он уже окислится, он наоборот, без антиоксидантных свойств, будет приобретать прооксидантные и будет, наоборот, провоцировать вот эти свободно-радикальные реакции, которые вызывают старение кожи. Поэтому здесь, конечно, не очень эффективно использовать такие средства в качестве средств для наружного нанесения. Единственное, наверное, исключение может быть такой вариант, когда мы берём опулированное средство и вводим, например, какой-то аппаратной методикой форетической, например, ультразвуком. То есть это опулированное средство сразу закрывается контактным гелем и тут же вводится при помощи, например, ультразвука. Но это, как правило, всё-таки процедура профессиональная, и дома вряд ли кто-то будет правильно себе это делать, и правильные параметры у домашних аппаратов тоже редко встречаются довольно-таки. Поэтому, скорее всего, это будет, конечно, малоэффективно. Поэтому я рекомендую, например, тот же витамин С всё-таки брать в тех формах, в которых он обладает наибольшей биодоступностью, наименьшей способностью окисляться, потому что для этого в формулу вводятся дополнительные компоненты, которые мешают ему это делать. И тогда он будет работать так, как он должен работать. То же самое, в принципе, относится к капсулам, которые предназначены для перорального приёма, таким как Аевит или просто отдельно витамин Е, витамин А. При нанесении на кожу, во-первых, они находятся в базовом масляном растворе, то есть в масле, и банально, если кожа комбинированная и жирная, просто забьют поры. И мы не дождёмся хорошего эффекта от витамина А или витамина Е, мы будем потом лечить воспаление. Возможно, на коже, не склонной к воспалению, такого варианта развития событий не произойдёт, но всё равно эффективность их будет, конечно, меньше, чем, опять-таки, те же компоненты, но предназначенные для как раз ухода за кожей. Потому что активные компоненты зачастую вводятся в формулу не просто в чистом виде, а они могут быть инкомпсулированы в липосомы, могут использоваться какие-то другие энхансеры, то есть транспортные системы, которые помогают ингредиенту достичь мишени, то есть точки приложения максимально эффективного своего действия. И также форма зависит. От формы зависит тоже очень много. Например, тот же витамин А. Он может быть и в виде предшественника витамина А, бета-каротина, и в виде, собственно, витамина, например, ретинол-полиметат или ретинол-ацетат, эфиров ретинола, который, чтобы превратиться ещё в ретинолевую кислоту, им нужно пройти несколько стадий. И, как говорится, на выходе мы, опять-таки, эффекта можем не получить, а вот побочные явления в виде раздражения или сухости кожи можем получить. Тоже относится, например, к мазевым каким-то формам, кремовым формам, которые, с одной стороны, вроде бы содержат хорошие компоненты, которые там в составе тот же самый витамин А, но зачастую сама база лечебного медикаментозного средства, она мешает этому компоненту работать, например, хорошо на проблемной коже, на комбинированной, на жирной коже. Причём для сухой кожи, возможно, обычный какой-нибудь крем а-ля Родовит или Родоцил, подойдёт и, в общем-то, не вызовет проблем. Но, однако, и какого-то суперэффекта не даст, потому что всё-таки эти средства предназначены для другого. Также эфирные масла и базовые масла тоже, они, так как мы вначале заговорили о дешевизне, они, к сожалению, не могут быть дешёвыми. И зачастую в аптеке продаётся сейчас много чего, то, что не всегда является качественным, несмотря на то, что продаётся в аптеке. И эфирные масла в том числе тоже синтетические, недорогие какие-то. То есть они вообще ничего общего не имеют с настоящими эфирными маслами. И, естественно, не будут работать так, как могут работать, например, эфирные масла настоящие. Базовые масла тоже, да, степень очистки зависит. Очень много от неё. И, собственно, качество самого базового масла. И поэтому, покупая какое-то дешёвое масло, ещё и в чистом виде используя на кожу, больше шансов, что мы получим проще, чем какой-то результат. А что же может пригодиться с полок аптек нам, так сказать, в обиходе? Ну, я бы разделила, наверное, на три аспекта. Это средства, которые обладают противоспалительными свойствами, это средства, которые стимулируют заживление, и средства, которые убирают сухость. Вот это, наверное, три варианта, которые мы можем в аптеке, в принципе, найти зачастую. То есть, если мы берём противоспалительные свойства, то это группа лечебно-профилактических средств, ну, а-ля там наш стопокный альфадерм гельтековский, и антисептические средства. Антисептические средства для кожи лица, как правило, выбираются не спиртовые, это либо хлоргексидин 0,05%, либо актенисепт. И когда какие-то эпизодические воспаления, или там, допустим, нужно обработать повреждённую кожу, эти, конечно, препараты желательно, чтобы дома были. Особенно я хочу остановиться на перекиси водорода. Перекись водорода, с ней надо быть очень осторожной. Вообще, на самом деле, перекиси на лице не место. И перекись, она нужна только для первичной хирургической обработки ран, причём заведомо инфицированной раны, если вы там гвоздём, там, не знаю, доской какой-нибудь, железкой поцарапались. Поэтому перекись, она, конечно, дома нужна, на случай какой-то вот такой травмы на улице, например, чтобы предотвратить проникновение анаэробной инфекции внутрь раны. Но, например, перекисью протирать лицо в случае воспаления, акне, да, ни в коем случае не нужно. Мы только сожжём весь эпидермис. Также, конечно, в домашней аптечке хорошо бы из таких вот противовоспалительных средств, чтобы было какие-то антибактериальные препараты, именно как раз когда нужно предотвратить инфицирование ранки, или ссадины, или экстрагированного пустулёзного элемента, прыща гнойного. Это порошочек баниоцин и маслевый миколь. Злоупотреблять, конечно, с антибиотиками не нужно ни в коем случае, длительно их применять и так далее, иначе они просто не будут работать, у нас же микрофлора будет устойчива к ним, к этим антибиотикам. Но в домашней аптечке желательно, чтобы они были, потому что, как говорится, мало ли что. Иногда может пригодиться. Ещё из противовоспалительных средств я бы выделила мазь вишневского, ихтиоловую мазь, которую тоже желательно в домашней аптечке иметь. И когда, например, какое-то воспаление возникло, или попала какая-то инфекция гнойная, чтобы сделать компресс с мазью вишневского или с ихтиоловой мазью, это может оказаться нужным. А сейчас я подведу итоги конкурса, который мы анонсировали в одном из прошлых видео. Вот эту прекрасную пенку, мусс, с витамином С, выиграет человек, чей комментарий мы сейчас увидим на экране. И подарок отправится ему в ближайшее время, наши сотрудники свяжутся с вами. И я поздравляю победителя, и желаю, чтобы наш мусс хорошо подошёл для вашей кожи и понравился. Участвуйте в наших конкурсах, подписывайтесь на наш канал, будем вам очень рады. Из заживляющих средств я бы выделила такие формы, которые содержат, например, депантенол, как интенсив регенерация наша с бета-глюканом, как салкосерил и мазь метилурацил. Причём метилурацил, конечно же, жиросодержащие такие вот мази, их на свежую рану не используют, а используют, когда уже корочки, подсыхают, и вот чтобы их смягчить, и заодно ускорить заживление. Опять-таки, когда очень сухие губы, лихий лид, тоже можно использовать. Например, наш Ceramide SkinSaver, или, например, мазь метилурацил. И что, собственно, сухость убирает как раз. Метилурацил как раз в эту группу тоже подходит. Туда же подходит прекрасное, совершенно простое средство на основе чистого лонолина. Это Пурелан. Пурелан, кто не знает, это такое специальное средство для ухода за сосками кормящих матерей, то есть кормящих мам, чтобы не было трещин, то есть когда к этому есть склонность. И вот этот Пурелан отлично работает с кутикулой и губами. Поэтому можно тоже взять на вооружение. И что бы я категорически не рекомендовала покупать в аптеке, это глиняные маски, которые представляют собой дешевую какую-то упаковку за 15 рублей в виде порошка, которую нужно разводить, потом наносить на лицо. Мы не знаем, откуда достали эту глину, из какого карьера, может, ради активно сраженного. Я, конечно, утрирую, наверное. То есть это не самый лучший вариант. Глиняные маски должны быть всё-таки готовые, с консервантами, очищенные, желательно из каких-то профлинеек. И ещё раз подчеркну про перекись водорода на лицо. Конечно, там ей в большинстве случаев не место. Вот это, наверное, всё, что я хотела сказать про так называемые дешёвые и недешёвые аптечные средства. Если у вас по этому поводу есть какой-то свой опыт, я буду очень рада услышать о нём в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы быть с нами самыми первыми. И до встречи в новых наших видео!